Друзья, вчера вечером был у нас сводный хор, это как традиционно уже каждый год. Я почему-то вчера обнаружил, думаю, ну не хватает одного человека, ну не хватает в этом хоре одного человека. А потом как бы с претензией говорю, сестра, а почему? Почему ты где-то хор твой там? Она говорит, я передала уже. Значит, Господь благословляет, что-то развивается, правда? Кто-то уже принял, и вот это благословение мы видели вчера. Ну а то, что она есть у нее спеть, и Бог дает способностей, вот то, что она сейчас приготовила, она почему-то никому не передала. Пусть она отдает уже сейчас. Наталья Лупан с братом, мужем Гаурелом, пусть благословят своим пением. Слава Господу! Слава Господу! Итак, не будьте нерассудители, но познавайте, что есть воля Божия. И на протяжении всех этих дней у меня одна мысль, как бы время от времени она мне приходит, что многие из вас, и я из себя включаю в это число, мы на самом деле где-то внутри глубоко мы знаем, какая воля Божия о нас. Но иногда мы, знаете, закрываем эти духовные уши, затыкаем их, не хотим, потому что знаем, что эта воля Божия, она перевернет наш привычный мир. Она просто повернет нас в какую-то неведомую для нас сторону, подвергнет нас, может быть, каким-нибудь телесным невзгодам или чему-то такому подобному. Но знаете что? Что я подумала? Сейчас стихотворение звучало про Авраама. Это так сладостно, исполнить волю Божию. И если вы точно внутри себя знаете, не противьтесь ей, просто отдайтесь воле, воле, потому что его воля, она благая, угодная, совершенная. Она вас поведет туда, где вы получите такое благословение, где потом, обернувшись назад, вы скажете, Господи, почему я противился? Это же так прекрасно, так здорово совершить твою волю, видеть спасение людей, видеть, как через твое слово призыва приходит какая-то душа, нет слаще этого на свете. Видеть, что ты утолил чью-то боль, чью-то горе, и что ты сделал, исполнил это так, как сделал твой Господь Иисус, нет слаще этого. Поэтому, если у кого-то есть это в сердце, и ты убегаешь, как тот Иоанн, убегаешь от воли Божьей, не противься, все равно будешь в Ниневе, все равно будешь пророчествовать. Слава Богу. Потому что Он добрый, Он добрый пастырь, Он приготовил тебе нечто чудное, чудное, злачные пажати, тихие воды. В мире когда-то был я потерян, но найден тобою, и принят добрый мой пастырь. Если ты рядом, я не вреди, я не вреди, водишь к лугам, ты зеленым, не убоюсь, слав, с тобою, словом, как медом, ты удалил мой. Голод дал мне покой, дай мне упасть пред тобою, с песней любви и хвалою, ведь ты мой пастырь, ты мой Иисус, ты мой Господь. Вечности мало, чтоб насладиться общением с тобою, спаситель. Я словно птица, я словно птица, прячусь от бури, в ветвях твоих, в ветвях твоих, водишь к лугам, ты зеленым, не убоюсь, слав, с тобою, словом, как медом, ты удалил мой. Голод дал мне покой, дай мне упасть пред тобою, с песней любви и хвалою, ведь ты мой пастырь, ты мой Иисус, ты мой Господь. В мире когда-то был я потерян, но найден тобою и принят. Добрый мой пастырь, если ты рядом, я не вредим, я не вредим, водишь клубанки зеленым, не убоюсь, слав, с тобою, словом, как медом. Ты удалил мой, голод дал мне покой, дай мне упасть пред тобою, с песней любви и хвалою, ведь ты мой пастырь, ты мой Иисус, ты мой Господь, ты мой Господь, ты мой Господь, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok